Сборная Россия, мы продолжаем, до минувшего лета не блистала на крупных международных турнирах, хотя в необычных родновидностях игра номер один получается... С трудом. Россиями частенько были среди лидеров и даже становились чемпионами. Помимо побед в бляжном футболе, были успехи в таких экзотических турнирах, как чемпионат среди бездомных или футбол в грязи. Были у сборной России титулы в формате 6 на 6, но теперь у нас есть шанс отметиться на первом в истории официальном чемпионате мира в этом виде, который проходит в Португалии. Ну и о том, как российская команда стартовала в турнире, расскажет Евгений Загитов. Уже на первой предматчевой пресс-конференции сборной России на чемпионате мира по футболу в формате 6 на 6 в португальском Лиссабоне представителю команды задавали одинаковые по сути вопросы. Готовы ли вы к тому, что на игры с Россией каждая сборная на турнире будет настраиваться по-особенному и сверхмотивирована? Причина тому очевидна. В отличие от главной сборной 11 на 11, эта команда – недавний чемпион Европы и мира и справедливо считается фаворитом. А потому и настрой на нее особенный не только у соперников, но и, как выяснилось, у организаторов и судей. Помимо целой серии накладок в организации, будь то питание, расселение или время матчей, которые влияют непосредственно на качество игры футболистов, в первую встречу сборной с сильной командой Молдавии судьи вдруг решили начать действовать очень строго по новому регламенту. Могу процитировать. Правила звучат примерно следующим образом. Судья может принять любое решение, не объяснять его, ничем не мотивировать. Любая попытка оспорить решение судьи карается удалением на две минуты, игривая в меньшинстве. Но это, ну я не знаю, это какой-то литаризм судейский на этом чемпионате. Судейский тоталитаризм сработал в пользу сборной России только один раз. Зато, как выяснилось, в ключевой момент игры. Сборная Молдавии заработала штрафной удар и даже забила гол, но арбитр мяч не засчитал. После чего разозлившаяся Россия открыла счет. Я подошел к суде изначально перед двором, спросил, это штрафной или свободный. И он мне показал, что это свободный удар. Естественно, я знал, что поворотом не идет. И я поставил стенку так, и по замаху игрока я просто отошел в сторону. И все, на что они начали реагировать. И говорить, апеллируя, что там были шнурки чьи-то, зацепилось за кого-то. И типа рикошет и гол. Но, естественно, мы знали, что гол был не засчитан. Они чуть-чуть так решили поумничать. Ну и все, судья все правильно разобрался. В оставшееся время матча судьи разбирались явно не в пользу России. Но надо отдать должное нашим футболистам. Команде Молдавии, за которую играли бывшие члены основной сборной, самоотверженно отбиваясь, смогли забить еще два мяча. Отличились Алексей Медведев и Эльнар Жемаледдинов. Ну тяжело, но это первый матч, как бы тут и эмоции, и все преобладает. Поэтому, слава богу, что выиграли, вкатились в турнир на мажорной ноте. Есть что-то, что пока не устраивает на этом турнире? Или все нормально? Да всегда есть, что не устраивает. Поэтому постараемся устранить эти неволадышки, скажем так, и будем дальше работать и двигаться вперед. Итоговый счет 3-0 явно не отражает сложность первого матча на турнире для российской сборной. Однако впереди еще более непростое испытание – игра со сборной Испании. В два часа дня по местному времени, то есть в самую жаркую часть суток. Как россияне справятся с этим испытанием организаторов, смотрите в прямом эфире на каналах системы матч. Евгений Загитов, Казим Шахназаров, Все на матч, Лиссабон, Португалия.